У меня вот тут вот вообще-то красивенькая футболка, чтобы вы знали. Че? А у меня ничего нет. Так она выглядит мне очень нравится. Надела специально для видео, и в итоге этого не видно. Что вообще? Я не понимаю. Ну что, поговорим про школу? Поговорим. Ну вот, все, подошел к концу учебный год, Камила. Шок-шок. Решили снять видео. А может, поприветствую? Всем привет! Мы не сестры, нам 16 лет, и мы же в Москве. И сегодня мы решили снять видео, в котором подведем итоги 10 класса. Расскажем вам, что, чего, кого. Вот и закончился учебный год, и мы решили подвести небольшие итоги 10 класса. Что вообще, как все происходило, каково это, уходить ли после 9 класса, оставаться ли в 11. В общем, все сейчас разложим по полочкам. Давайте начнем. Мы просто решили вас ввести в курс дела, если вы не знаете, как там в 10 классе. В общем, мы вам все расскажем. Начнем с того, что пошли мы в 9 класс, потому что мы просто не знали, куда хотим поступать и так далее. Поэтому решили посидеть в школе, потом уже куда поступим, туда поступим. Сначала, как многие знают, наверное, или кто смотрел вот это вот видео, то, что мы сначала с Камилой пошли в социально-экономический класс. Более подробную информацию, как я уже сказала, вы знаете, вот в этом видеоролике. Спустя один день, в общем, некое количество времени, мы перешли в физмат-класс. В параллельный класс физмат. И, кстати говоря, мы в инстаграме просили, чтобы вы задавали вопросы на эту тему. Поступил вопрос, можно ли сдавать, допустим, химию, если ты учишься на физмате. То, конечно, можно. Ты можешь сдавать хоть все предметы, совершенно любые предметы. Это вообще не влияет в каком-то там направлении. В то же время, если ты учишься в физмат-классе, то обязательно, что ты должен сдавать физику. Да. Как это сделали мы, потому что мы вообще в страшном сне не собираемся сдавать. Мы планируем, конечно же, 100%, я думаю, профильную математику. И, скорее всего, мы будем сдавать общество знания. Несмотря на то, что за 10 класс у нас всего один час в неделю общество знания. Математики 7, в 11, скорее всего, 8 будет. Несмотря на то, что знания наши не особо потянулись, все же, я думаю, что общество знания сдавать легче всего. Так как там, как бы, хотя бы можно чисто логически что-то там додумать. Если ты не знаешь, а вот та же биология, там, на самом деле, куча всего надо учить. Общество знаний, в принципе, надо везде, мне кажется, вот, поэтому... В принципе, это такой базовый форм, можно сказать, поэтому много куда можно поступить, поэтому думаю, что мы не изменим своего мнения. Также многие спрашивали про оценки в аттестат, как они идут, в общем, система этих оценок, да. Влияет ли ОГЭ, влияет ли аттестат за 9 класс на аттестат 11? Нет, вообще никак не влияет. Это совершенно другого, если вы пошли в 10 класс, то вы просто можете забыть про свои оценки в 9, так учителя прямо и говорят, то, что это уже все, это все позади. Там такая система, то, что идет средняя оценка, по крайней мере, у нас, мы учимся по триместрам, берутся все оценки за 10 класс, за 11 и выводится как бы средний балл. То есть, допустим, если в 10 классе у вас все пятерки и годовая пятерка, годовая оценка также учитывается, и в 11, допустим, у вас все четверки, то у вас получается пятерка? Ну, что, наверное, в пользу четверка делается. У нас получается 3 триместра, 1 годовая оценка, и всего в аттестат идет 8 оценок. Результаты ЕГЭ, в принципе, не влияют на оценку, но если вы хотите получить красный аттестат, то помимо пятерок вам также нужно, если не ошибаюсь, сдать русский и профильную математику не менее чем на 70 баллов. Если вы сдаете базу, то просто сдать ее на 5. Красный аттестат очень трудно получить, это не такая халява, как в 9 классе. Так как, как мы уже сказали ранее, в аттестат идут как бы средний балл за 10-11 класс, то, следовательно, если вы хотите получить хорошую оценку, чтобы у вас был хороший аттестат, такой сильный, то вы должны учиться в 10 классе точно так же, как и учились в 9, чтобы получить хороший аттестат, и также должны учиться в 11 классе. В общем, нельзя думать. Нельзя думать, что 10 класс это халява. Халява это только в том, что вы не сдаете никакой экзамен, и то многие сдают всякие переводные. Вообще, я думаю, всем известен миф, что в 10 классе можно не учиться. Но я думаю, что это то же самое, что думать, что можно не учиться, допустим, в 8 классе, потому что вы не сдаете, я не знаю, экзамен, оценки не идут в аттестат. То есть это бред. В 10 классе дается у тебя большой поток материала, у тебя очень много материала, которые ты должен запомнить, так как, мне кажется, в 11 мы не будем толком это повторять, мы просто будем решать, решать, решать эти тесты и так далее, поэтому в 10 классе надо обязательно учиться и запоминать материал. Как уже сказала Камила, то, что в 10 плюс только то, что вы не сдаете экзамены, и у вас, получается, вы отдыхаете, набираете сил перед будущим летом, грубо говоря. Но и то нам постоянно говорили про экзамены, мы иногда даже решали какие-то пробники уже. В конец года будьте готовы, что в 10 классе вы тоже будете писать некие пробники ЕГЭ. Не думайте, что в 10 классе вы можете просто сидеть, ничего не делать, это абсолютный миф. Все, разрушаем мифы. Да, просто ломаем стереотипы, у нас даже одноклассника собираются отчислять в 10 классе, потому что он почти не ходил в школу. Не ходил, не учился. Так что, мотайте на усы. 10 класс, это совершенно другой уровень, это уже старшая школа, это уже все, это пипяу. То, что здесь идет огромный поток материала, очень много, причем с самого первого триместра тебе уже загоняет все это в голову, это, у тебя нет времени как бы разогнаться, что, ну, как говорят это. Да, разогнаться. 10 класс довольно сильно отличается от 9 класса, я как уже сказала, это другой уровень, другой уровень, другой совершенно. Я была в шоке, в шоке, потому что, особенно вот поначалу, очень много домашки было, потом уже под конец мы как-то приспособились, но я не ожидала, что прям такой скачок будет. Ну и, думаю, вы поняли то, что 10 класс это достаточно сложно. А сейчас перейдем просто к тому, какие у нас отношения, наверное, с другими классами, с нашими одноклассниками. Да, были такие вопросы, тем более, знаете, то, что после 9-го половина класса просто уходит по всяким колледжам и так далее, и у вас как бы формируется совершенно новый класс, конечно, из некоторых людей вы знаете, с некоторыми учились там чуть ли не с первого класса, вот, но все равно это совершенно новые классы, новая параллель, новые люди, так как у нас, кстати, пришли из других СП, новые люди. У нас пришли люди из других школ, поэтому нам было еще сложнее, но, как бы, я думаю, что сейчас, в принципе, все хорошо, я уже ко всем привыкла, как бы уже родной класс стал. Мне кажется даже, что мы в 10-м классе общаемся с большим количеством одноклассников, чем в 9-м. Со всеми. Да, мы со всеми общаемся. У нас, кстати, как мы уже говорили, у нас в классе, получается, 24 вроде человека, из них только 6 девочек, если не ошибаюсь. То есть у нас подавляющее большинство мальчиков, поэтому, не знаю, мы, в принципе, со всеми нашли общий язык. Как мы говорили в прошлом видео, это очень комфортно работать. Да, очень комфортно. И также был вопрос, какие отношения между классами, то есть наш класс и параллель. Наши одноклассники прекрасно общаются с людьми из параллельного класса, так как они ранее учились вместе. Я бы сказала, что мы с параллельным классом вообще почти не общаемся, за исключением тех людей, которых мы и знали. Вот просто привет, пока. Но, как бы, да, вообще наши классы очень сильно контактируют друг с другом. То есть они постоянно там на переменах вместе тусуются у многих. Бывает то, что друг в параллельном классе именно лучший. Поэтому мы не общаемся лично, но классы наши очень... Хорошо контактируют. Очень дружные, да, то есть. Да, вот. Ростя, хорошие все такие ребята. Камил, подведем итоги. Подведем итоги, в общем. Скорее, скорее. Подведем итоги. Я лично думаю, что после 9-го нужно уходить, либо, если вы точно определились с вашей профессией, с вашим направлением, то, что вы уже точно знаете, куда нужно поступать. Сачка, я сижу такая умная. Если же вам уже все осточертело, вам все надоело... Да, хочется что-то новенького. Да, просто уходите там в шарагу и так далее. А в остальных случаях, я думаю, нужно оставаться и учиться до 11-го. До конца добиваться школу? Да. Многие же говорят, типа, я уйду после 9-го, потому что я не хочу сдавать ЕГЭ. Но это бред, потому что за всякие колледжи к вам... Там же всякие зачеты, может быть, там тоже какие-то изступительные экзамены, мы не знаем, конечно. Но, опять же, там всякие зачеты, там сессии и так далее. Это как бы не легче, мне кажется. Напишите, если вы учитесь в колледже, как вам там? И что-то хотела. Собственно, самый главный вопрос, пожалели ли мы, что пошли учиться до 11-го класса. Да. Незначный ответ, что нет, потому что... Ну, подожди, ты не знаешь, как будет ЕГЭ. Мы не пожалели, что пошли учиться до 11-го класса, потому что сейчас мы не представляем какой-то иной жизни. В общем, мы рады, мы рады, что все так сложилось, что мы в таком, в принципе, дружелюбном общительном классе. И, да, делайте свой выбор, он... Очень важно, очень важно. В общем, вот такое вот видео у нас получилось. Надеемся, что оно вам чем-то помогло, что мы направили вас на путь истины. Мы вам просто рассказали, что и как. Думаю, в 11-м классе мы будем снимать видео активно вообще. Про ЕГЭ там и так далее, так что ждите. Пишите комментарии, в каком вы классе, например. Почему бы и нет. Как у вас там ситуация, обстоит, сдаете ли вы ОГЭ, может быть, уже ЕГЭ набрать вас. Да, кстати, про видео ОГЭ, как мы сдавали ОГЭ, то тут тоже будет ссылочка, посмотрите. Спойлер. Кто же списал, кто же списал, Кабю? Интересно. Это было все, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, жмякайте колокольчик и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok